всем привет сегодня расскажу о последнем третьем классе атаки из игры team fortress 2 это пироман пироман и такой зажигательный парень и кто знает кто он на самом деле даже его команда не знает это то ли пожарный с огнеметом которую решил пойти по так сказать по ступеням зла кто знает даже может быть это какой-нибудь псих учитывая последнее обновление бывшая тогда пироландия в которые пироман и такой маньяк идущий уничтожающих всех подряд при этом ему кажется что он несет добро леденцы там всякие шарики воздушные но даже хэвику леденец забивать на самом деле это оказывается там топор это непонятно больше сквозь махина что какой-то псих спер огнемет и начал выжигать всех на своем пути как и сказал пироман это класса использующие огнеметы огнеметы наносит урон огнем и на ближней дистанции и на небольшой дистанции от пиромана то есть не позволит вам выжигать врагов на дистанции в принципе начиная от средней даже до средней какое-то определенное расстояние пироман наносит эффективный урон вблизи он может выжечь целую толпу врагов поджечь и при этом вы когда будете убиты это толпой даже не успеете спастись вы будете наблюдать как вам капают очки за догорание врагов то есть какое-то время после поджигания брак еще горит и получает урон и он может просто даже не добежать до респа где-то ящик с аптечками либо какую-нибудь аптечку взять и которая хватило бы для того чтобы выжить либо медик не успеет вылечить всех также могут вас потушить и со снайперы и либо сам же пироман на сжатым воздухом на чем я становлюсь потом пироман достаточно очень эффективная подобие зарядами то есть медик дающий выбор заряд позволяет ему зайти из-за угла и выжечь там все постройки инженерами со всем инженером главное чтобы только медик взял огонь на себя уже по дубером самой турели чтобы пир мог дойти до турели не был отклонен эффективность огнеметов у пиры разная но не у всех огнеметов есть такая особенность как сжатый воздух сжатый воздух расходует как видите 20 единиц но есть даже поджигатели которые огнемет расходует больше сжатого воздуха так что нужно быть осторожным с сжатым воздухом он позволяет вам отталкивать врагов ракеты солдата дэмомена бомбы раскидывать липучки и это позволяет вам еще также душить ваших союзников но помните что он расходит большое количество сжатого воздуха что не позволит вам потом вдруг поджигать врагов если у вас закончился воздух так давайте ознакомимся с оружием пиромана это основной огнемет он как и в принципе с наружи никаких особенностей не имеет есть 2 огнемет дожигатель этот огнемет у меня получена за достижение он имеет две особенности первое это 100 процентов крита при атаке со спины то есть им очень эффективно наносить урона со спины с тыла заходя к врагам то есть гарантированные криты вы получаете и видите расходует больше сжатого воздуха то есть как весь быстро расходуется то есть все уже вот этот немец эти между прочим не очень эффективно использование сжатым воздухом о чем говорится в описании сто пятьдесят процентов к потреблению топлива сжатого воздуха дальше есть такой огнемет как флагистатор урон носим огнем заполняет специальную шкалу при активации которых на здоровье наносит дополнительные криты гарантированные урон при этом самого флагистатора на 10 процентов меньше не имеет случайно критов и не имеет сжатого воздуха сейчас продемонстрирую данное оружие видите тут не огонь а какая-то плазма или что-то такое шкала заполненная дает действительно основное здоровье крит играть и флагистатор очень эффективно используют скажем в атаке танков в мэн против машины так как медик дающий криты вам а учитывая урона пиромана постоянные учиться под критами больше чем у хэвика танк выходит просто намного эффективнее чем при хэвике жата воздуха как видите нет я нажимаю правую кнопку ничего не происходит плюс учитывая что у него шкала наполняется за урон наносимый врагу то вы будете за танк наполнять себе шкалу быстро при этом в основном все хп и гарантийно криты используют при активации еще то есть это посудило фляжка солдата труба вот это накрытый у вас будет при себе помните что класс пиры ближний так что вам нужно быть осторожным если на лозы движется толпа что вас не разнесли на куски раньше чем вы добежите до толпы и подожгете пиры очень эффективно подрывать уберы медиков сжигая со спины пиры единственный класс по сути дела практически которые эффективно борется со спаями то что спая невидимости спокойно поджигается огнем пиры и станция видимым можно конечно искать спай с помощью банка т снайпера но это не так эффективно как пироманам следующий предмет немет это чистильщик как видите он имеет бонус к скорости смены оружия но также урона 10% меньше и урона догорания меньше но чистильщик очень эффективный огнемет в плане того что при использовании он скажем вы можете переключиться на топор или там дробовик и быстро добить врага но есть особенный плюс есть такое оружие как топоры у пиромана и есть такой особенный топорик вот огненный топор он имеет сто процентов кита по горящим врагам то есть вы можете спокойненько пожечь врага подлететь нему и одним ударом практически снести его нарез это очень эффективно а учитывая что чистильщик имеет большую скорость смены то если происходит это вот так вот как видите это очень быстро что позволяет вам быстро включиться и можно даже перерубить пачку врагов спокойненько размахивая топором налево направо так вот и все врагов нету он также имеет сжатый воздух дальше следующее это второстепенное оружие когда заканчиваются патроны он переходит на дробовики дробовик принципе это единственное оружие которое используется с патронами они сжатый воздух сейчас вам продемонстрирую дробовик как и принципе других классов инженера стандартный дробовик хэйвика близи эффективно на средней дистанции так себе а на дальней ну это что попадет то попадет дальше следующее оружие это обычная ракетница ракетница имеет всего один заряд но летит достаточно далеко если вы как точно можете стрелять можете попасть врага и он будет зажигаться враг то есть вы можете спалить врага на расстоянии скажем кинули пока враг бежит он догорает то есть замена огнемета но одиночным зарядом также есть альтернативная еще ракетница которая при попадании цель взрывается сейчас я вам покажу ее как видите это вот обычная ракетница вот обжигающий выстрел патроны отбрасывают цель и поджигают врагов небольшом радиусе но урона и меньше как видите взрыв небольшой происходит она эффективна даже на смешке поместь можно убить ей это очень эффективная ракетница которая позволяет более быстро подержаться и эффективно убивать врагов плюс еще поджигать на площади следующий предмет пиромана это людоплав на нем я останавливаюсь немножко побольше он имеет скорость полет снарядов плюс 50 то есть позволяет снаряду быстрее лететь и попадать врагов не требует патронов то есть вы не можете им пользоваться сколько угодно там нет ограничения по патронам то есть не может переживать но единственное что он имеет только единственный заряд и перезаряжается долго дополнительно так оттушит союзников и дает это гарантированный крит и то есть если потушили союзника то у вас будет гарантированный крит как видите переживается нажмешь долго переживается время зарядки большое только если вы умеете им хорошо пользоваться и на расстоянии то если как правило не очень вести в толпы и можете там где-то подзарядить потом через огнемет и пойти гарантированно критами жарить дальше перейдем к важному оружию это топоры обычный топор пожарный потом можно получить огнетопор достижение которое сказал он имеет 100 процентов по горящим врагам критами но по обычному как видите он имеет силы 60 процентов по не горящим врагам то есть видите туда вот получается связка чистящих подожгли и топориком быстренько везде скоро достаточно приличное что можно было врагов валить пачками дальше следующие предметы дальше можно получить вот такую кувалду крушитель старой закалки урон носим постройкам плюс 100 процентов и уничтожение вражеских жучков это за это он уже не скажет спасибо то что он находящийся первый раз сохраняющий от натуриль может сбивать жучки спая эти кувалда и при этом еще и выжигать спаев своим огнем но урон игрокам минус 25 процентов то есть это хорошо когда в дефе находитесь и спаев много на базе вы можете выжигать и плюс еще защищать постройки дженера от жучков спаев сейчас покажу как он вот вот кувалда такая следующие предметы рукопашную это к леденец приношение открывать переландию вот видите вот в регионе где там пиро не огнем жарит в очках и там всякие вот сейчас здесь как все равноцветное все для первого наше хорошие цветочки везде и откладенцом можете убивать вот тоже в принципе как топорщитесь но изысканно конечно надевать клинцом судя по звуку металлический так что хавик получил хороший металлический леденец в зубы особенность клинца состоит в том что при ношении открывать пироландию и видно только в пироландии вроде ничего принципе он не дает так дальше идет разъединитель очень эффективная кстати рукопашное оружие представить такой модифицированную кувалду молот просто скорость передвижения при которой увеличивает пирома на 15 процентов и 75 здоровья за каждое убийство то есть вы можете там навалить народу и старой сельчинцы сверх вашего максимума то есть вы себе наберете здоровье выше предела но получаемый урон по вам будет плюс 20 процентов сейчас я покажу как она выглядит вот это кувалда шестеренками непонятно что там связано в общем целый ящик на палочке дальше еще одни предметы сковородка но это как обычно предметы использующиеся на все классы то есть даже медик снайпер могут ее взять но это вздевательство по убиванию сковородкой зажарим на сковородочке врага положил и зажарил огонек благо есть дальше третьей степени все игроки связывающие лучами ничемной пушки получают урон это эффективно против хэвиков с медами против в принципе других классов с медами то что попадая по скажем хэвику как обычно когда хэвика бьешь урона моносе что он останавливается медиком на медик ничего не получается за хэвиком но вы подлетаете к хэвику и бьете его и получает урон не только хэвик но и мед а так как мед не лечится он маленькое лечение свое урон будет получать не только хэвик от топора но и сам медик и может медик вылететь раньше чем накопит свой убер но главное чтобы самому раньше не склеить ласты как многие говорят в пиро для того чтобы поджечь и смотаться и сжать пока враг догорит если не получается его выжечь напрямую как видите у меня не все оружие есть там еще есть некоторые виды оружия которые мне доступны еще не получил я некоторые были перекованы вот стандартный набор огнемет дробовик и пожарный тропор как я говорил первый полезен сделать засады врагам из-за угла также можно свалиться на их головы можно еще до приземления начинать уже выжигать врагов помните что вы можете отражать ракеты солдата и дэмомановские пайпы и бомбы обратно этом бомбы становится вашими ракеты вашими и фраги засчитываются вам эффективность то что вы можете отразить ракеты и попасть не именно солдата в кого-то рядом дущего даже всю пачку накрыть рядом находящихся игроков и засчитаются все убитые враги вам даже будет специальная анимация конка что вы убили врага пироманы очень эффективный класс так как выжигает всех на площади в отличие от некоторых которые могут любить только одиночную пироманы является не только классом как бы атаки но и защиты эффективен может стоять не подпускать спайфа к турелям раздатчиком инженера очень эффективен то что можно пожечь спай и пока бежит умирает но при этом учитывая что есть звон смерти спай выпадет быстро скажем упал то есть на все прожигать территорию бегать по карте там выжигать постоянно проверять если может спай заныкнулся в галки это очень эффективная защита от спаев двигается пиро не очень быстро конечно но достаточно приемлемо если взять еще кувалду то будете достаточно быстро бегать помните что нужно не идти в лобовой прям на ракеты все остальное фигня как-то уворачиваться искать изыски чтобы зайти со спины к врагам скажем выскочили и сожгли а не ждать пока спуститесь по ступенькам и там дойдете до врага а то что вы считаете что дальность сжигания такая уж большая в общем то в принципе пиромана такой интересный класс что позволит вам быстро набрать фраги и выйти в лидеры таблицы игроков я думаю на этом все ждем следующих обзоров ставим лайки подписываемся думаю данное видеообзор будет вам полезен всем счастливой пока